Тема лекций «Черный кремний» актуальна в современном мире. Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Сергей Харинцев поделился своими мыслями со студентами, молодыми учеными и просто любознательными гостями мероприятия. Спикер рассказал о новом механизме поглощения света, который основан на пространственном синхронизме электронов и фотонов ближнего поля. Он позволяет объяснить аномальный оптический нагрев пространственно ограниченного кремния, включая его плавление. Эта тема не просто актуальна, она гиперактуальна. Она очень новая. Я думаю, что последствия развития этой тематики могут быть просто грандиозными. Почему? Потому что это, еще раз повторюсь, открывает принципиально новые возможности для взаимодействия света и вещества. Понимание фундаментальных механизмов поглощения света в полупроводниках лежит в основе развития современных оптоэлектронных технологий. В непрямозонных полупроводниках, таких как кремний, линейное поглощение в видимом диапазоне осуществляется через электрон-фонное взаимодействие. Мы уже дошли до ангстремного масштаба. То есть, если раньше мы говорили о нанометрах, то сейчас уже приходится говорить об ангстремах. А это уже фактически мы подходим к таким важным пределам, которые упираются уже в размер самого атома. И это очень важно, потому что либо мы как-то придем в тупик, либо мы найдем новые возможности, как эти тупики или барьеры сбежать и двигаться дальше. Работа ведется не в одиночку, а совместно с большим количеством лабораторий и исследовательских институтов, как российских, так и зарубежных. Карина Саяхова, Ленаргий Затулин, Универниус.